Как мы и обещали, мы посмотрим разные области применения виртуальной реальности. Давайте вернемся к другой стороне использования систем захвата и виртуальной реальности в области медицины и биомеханики. Прежде чем мы рассмотрим задачи медицины и биомеханики, давайте начнем с того, какие задачи и в каких областях медицины и биомеханики решает система захвата движения и виртуальная реальность. Прежде всего, речь идет об опорно-двигательном аппарате человека. Например, любые проблемы, которые связаны с затруднениями движения, с травмами после различных болезней, сколиоза, инсульта или автомобильными травмами или иными травмами, все они отражаются через походку человека, через его позу, осанку, через его метод контакта с окружающей средой. Допустим, с какой силой его стопа нажимает на поверхность, по которой мы проходим. Если заменить эту поверхность на, допустим, систему тензометрии, сразу выдаст нам возможность посмотреть зажатость нервных окончаний, возможность посмотреть болевые ощущения, увидеть некорректность или нарушение его осанки в процессе. И на основании изучения движения человека мы всегда можем сделать массу выводов, которые могут быть положены в основу методик и рекомендаций по излечению пациента, по реабилитации его после травмы, по воздействию на него теми или иными дополнительными инструментами, такими как виртуальная реальность, с тем, чтобы облегчить процесс его восстановления. Потому что в этой части виртуальная реальность является не средой, как я уже говорил, лечения, а средой, работающей на этапе реабилитации и восстановления. Я хотел бы упомянуть то, что на этом этапе, конечно же, используется не только компонент виртуальной реальности и не только компонент захвата движения, потому что с двумя этими инструментами было бы недостаточно эффективно оценивать то состояние человека, которое специалист, врач может сделать. И в этом случае, как правило, в систему интегрируются различные дополнительные инструменты. Например, система измерения усилий или тензометрическая платформа, система электромиографии, которая позволяет определить электропотенциалы мышц пациента и тем самым понять, где, в каком месте возникает болевое ощущение или есть зажатость нервного окончания. И другие элементы, которые вносятся в систему и в синхронном, в реальном масштабе времени, система показывает, как он движется, что с ним происходит, какие ощущения у него вызывают эти движения, как реагирует тензометрическая платформа, оценивая состояние движения этого пациента. Все это и называется системой биомеханики для изучения походки человека и анализа и диагностики его состояния. Положительной и отличительной особенностью этого метода лечения есть тот факт, что эта система позволяет не только увидеть реальное видео по движению человека, а также отобразить его скелет, синхронно двигающийся в виде, или накладывая на него для того, чтобы отсматривать те или иные особенности процесса, но и возможность отобразить костно-мышечный корсет человека с возможностью визуализации все это в реальном времени в синхроне с движением пациента. Эта информация, которая недоступна для других средств лечения, позволяет врачу получить гораздо больше информации о состоянии пациента, гораздо быстрее и более эффективно поставить диагноз по его состоянию и формированию методик его излечения или реабилитации. Если вы взглянете на кадры, которые мы приведем вам для демонстрации, то, возможно, вам даже не потребуется дополнительный комментарий, насколько легко будет понять, на чем построен принцип анализа движения человека в системах биомеханики с компонентом виртуальной реальности, и насколько, возможно, легче врачу анализировать этот материал и ставить свое решение по состоянию пациента. И давайте посмотрим, какие особенности или какие инновации вносит этот процесс добавление в среду и в процесс лечения компонентов виртуальной реальности. Представьте себе пациента, который получил серьезную травму после автомобильной катастрофы, и у него нарушены двигательные функции, причем в разных местах, допустим, нога, рука или зажим нервных окончаний в позвоночнике, но он на процессе или на этапе восстановления движения даже двигаться может с трудом. В этот момент врачи предложили такую методику погружать этого человека в среду виртуальной реальности, чтобы он предполагал, что находится в другом мире, в другой среде, что те движения, которые он должен совершать для выздоровления, является его естественной реакцией на окружающую среду, на те действия, которые с ним предпринимают. Например, одного пациента ставят на беговую дорожку, он пытается совершать некоторые шаги на беговой дорожке, тем не менее находясь на одном месте, а вокруг него среда создает цветущий парк, дорожку, выложенную, как сказать, желтыми камнями в изумрудный город, и отвлекающие компоненты, чтобы отвлечь его внимание от болевых ощущений, чтобы заставить его поверить, что ему лучше, что процесс выздоровления идет, чтобы он не только восстанавливал свои физические ресурсы, но и моральные, и интеллектуальные, чтобы эта система воздействовала для обеспечения максимально быстрого выздоровления и реабилитации. И вот на кадрах, которые мы с вами сейчас увидим, как раз это примеры того, как сегодня компоненты виртуальной реальности участвуют в медицинском процессе. Причем по анализу сегодняшнего состояния медицинского рынка, те системы, которые включают в себя инструменты виртуальной реальности для диагностики, мониторинга и реабилитации, они пользуются намного большим спросом, и, к сожалению, а может быть для кого-то их счастье, стоят дороже, но и работают лучше. Я бы хотел остановиться на этом этапе, потому что у нас много разных областей, но не могу не заметить, что воздействие виртуальной реальности с точки зрения медицины на пациента это тот новый компонент, который на сегодняшний день является инновационным и для цифровой экономики является неотъемлемой частью, куда, на мой взгляд, должна двигаться медицина с точки зрения расширения своих возможностей, то есть не меняя направление, но дополняя себя теми инструментами, которые дает виртуальная реальность. Редактор субтитров А.Семкин